Почвенная пищевая сеть защищает от вредителей и болезней. Ну, если вы смотрели ролик о создании почвенной структуры, то вы знаете, что хорошо структурированная почва — это враждебная среда для многих болезнетворных микроорганизмов. Это потому, что анаэробные организмы плохо себя чувствуют в кислородной среде. Это значит, их легко вытесняют полезные аэробные микроорганизмы, которые процветают в кислородной среде. Доступ к пище для анаэробных микроорганизмов серьезно ограничивается конкуренцией от полезных аэробных микроорганизмов, усложняющих им жизнь еще больше. Сахара и углеводы высвобождаются растениями через корни, чтобы накормить полезные микроорганизмы, как объяснялось в ролике про круговорот нутриентов. Эти полезные организмы собираются вокруг корней, фактически они полностью покрывают поверхность корней, чтобы иметь моментальный доступ к ценному источнику пищи. Так анаэробным организмам очень трудно получить доступ к пище, поставляемой растениями, поскольку поверхность корней покрыта полезными организмами. Болезнетворные организмы не могут достичь микроскопических инфекционных участков. Так, корни растений очень хорошо защищены от инфекции. А что с надземной частью растения? Оказывается, растения выделяют сахара и углеводы из листьев тоже, со своих стеблей и плодов, фактически со всех частей живого растения. Полезные микроорганизмы можно и там обнаружить, которые питаются веществами, выделяемыми растениями, и в обмен обеспечивают защиту от инфекций. Вот интересная мысль. Представьте, вы срываете яблоко с дерева, поверхность этого яблока полностью покрыта полезными микроорганизмами. Какой эффект окажет эта маленькая защитная сила на ваш кишечный биом? Без доступа к пище, оказавшись в кислородной почве, злоумышленники сильно ослабевают. Многих из них съедают аэробные хищники. Насекомые вредители тоже проблема для фермеров. Они гораздо больше, чем болезнетворные микроорганизмы. Но испытания в реальном мире показали, что при сбалансированной почвенной пищевой сети вредители не нападают на здоровые растения. Здоровые растения производят химикаты, отпугивающие вредители, а растения в стрессе меньше на это способны и больше подвержены атакам. Почвенная пищевая сеть снижает затраты фермеров. Им больше не надо тратить деньги и время на опрыскивание пестицидами. Их урожаи растут, так как меньше растений атакуются. Согласно ООН, больше из-за пестицидов сокращаются популяции насекомых, где-то на 25% каждое десятилетие за последние 30 лет. Как следствие, сокращаются и популяции птиц. Все больше свидетельств о том, что биом человека — это один из самых важных факторов здоровья человека. Могут ли продукты, выращенные в природных почвах, быть полезными для нашего здоровья? Да, так мы думаем в школе почвенной пищевой сети.